Дневник читателя. Итоги года и зимнее чтение на новогодние каникулы. Радио. Спортник. Дневник читателя. Итоги года и зимнее чтение на новогодние каникулы. 18.40. В этом выпуске подводим итоги года, вспоминаем лауреатов крупных литературных премий, готовим книжные подарки близким. Рождество и Красный кардинал Фемни Флэг. Роман Ричарда Руссо. Эмпайр Фалс. Красота. Этогория Некурнявана и другие. Участники. Амэсос. Писатель. Гузель Яхина. Писатель. Игорь Алюков. Главный редактор издательства Фантом Пресс. Надежда Дубенюк. Редактор издательства Бомбора. Ведущая. Наталья Ломыкина. Подчеркивание хроника литературной жизни. Пока мы читали толстые романы, захватывающие детективы и полные открытия книги нон-фикшн, литературный сезон практически завершился. Все крупные премии вручены, издательства подводят итоги, обозреватели составляют рейтинги. Предлагаю вспомнить громкие события уходящего года и отметить для себя книги, на которые еще не нашлось времени. Премию «Ясная поляна» в 2018 году получили Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину» и израильский писатель Амэсос за роман «Иудо». Фрагмент выступления Амэса Оза можно услышать в этом выпуске. Событием года назвали фильм «История одного назначения» по одному из эпизодов жизни Толстого, а приз читательских симпатий получила Мария Степанова за книгу «Память и памяти». Решение с судей «Ясной поляны» переосмыслила литературная академия. Мария Степанова получила главный приз «Большой книги» минус 3 миллиона рублей. Объемное, интеллектуально закрученное, насыщенное путешествие по закоулкам собственной семейной памяти стало «Большой книгой сезона», а наряду с ней «Бюро проверки Александра Архангельского» и «Июнь Дмитрия Быкова». Лауреатом премии «Национальный бестселлер» стал роман «Открытие прошлого года Петровой в гриппе» и вокруг него Алексея Сальникова, который отметил, как изменился сегодняшний читатель. Со своей стороны замечу, что в рейтинге самых продаваемых книг года по версии Forbes в этом году впервые за последние 10 лет стало больше отечественных книг. И, например, те же самые Петровы по итогам года оказались в десятке. То есть Алексей Сальников прав. Читатели хотят качественной русской прозы. Они готовы думать и рассуждать, они готовы читать большие и сложные тексты и говорить о них. Это приятно. И делает возможным сумасшедшие продажи. Например, книги Гузель Яхина и «Дети мои», непростого, метафоричного романа о молчащем поколении, о поволжских немцах в 30-е годы, о сталинских временах. Актуальное чтиво в издательстве «Фантом Пресс» к декабрю тоже вышло несколько важных новинок, которые станут отличным подарком. Прежде всего, одна из самых ожидаемых книг года – пулицеровский роман Ричарда Руссо «Empire Falls» в переводе Елены Полицкой. Масштабный, глубокий и в то же время простой и ироничный роман. Это история маленького, богом забытого американского городка, где живет Майлс Робби. Чем эта книга хороша и интересна, в эфире радио «Спутник», рассказывает главный редактор «Фантом Пресс» Игорь Алюков. А еще советуют обратить внимание на роман Феннифлэк «Рождество и Красный кардинал», удивительную книгу индонезийского писателя Ани Курниева «На красота», «Это горе», «Детективы Тан и Фрэнч», «Тайное место» и «Мишель Бюсси» и «Все таку она красавица». Среди заметных тенденций уходящего года интерес к теме медицины. Причем теперь читателей нон-фикшн интересует непривычная практическая психология или, скажем, совет врачей-диотологов. Нет, людям интересна медицина как таковая. Профессиональный и нравственный выбор, который делают врачи, цена, которую платят человечество за прогресс и развитие науки. Если вы плакали над искренними и немного философскими историями нейрохирурга Генри Марша из книги «Не навреди», вы понимаете, о чем я говорю. «Возможно, название книги Адама Кея будет больно не покажется привлекательным новогодним обещанием, поэтому под елку я бы книгу класть не стала, а подарила бы просто так, без повода». «Истории Адама Кея» — это сильные эмоции и очень важная настройка внутреннего компаса. А еще они очень смешно написаны, рассказывает в эфире редактор Бомбора Надежда Добенюк. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире радио «Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». От всей души желаю вам насыщенного и яркого Нового года, счастья, удачи и прекрасных впечатлений от новых чудесных книг. Читайте с удовольствием. Встретимся в Новом году. Дневник читателя. Итоги года и зимнее чтение на новогодние каникулы 18.40.